Музыка 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 Пока я тут дошла, наверное, можно сделать комментарии по поездке Ну, во-первых, выехал за глох на Летний Солер, это всё понятно А до этого пробил колесо, тоже конечно В эту поездку у меня какие-то проблемы с тягой Скорее всего, ТНБД не хватает тут Остались удачи Спасибо Технических проблем полно Во-первых, то ли проблема с балансировкой резины, то ли это кардан так бьёт непонятно Потому что ровно на 130, ну вот как сейчас, начинается вибрация Она чуть-чуть отдаётся в руль, ну совсем чуть-чуть, но чувствуется То есть, скорее всего, это всё-таки балансировка шин уехала Непонятно Следующая проблема Проблема с тягой Значит, начиная где-то с 220 Чувствуется, как пропуски зажигания, но это не пропуски зажигания, а микропровалы тяги И при этом двигатель на 240 упирается и дальше не хочет разгоняться Но потом всё-таки разгоняется до 240 с чем-то, но с трудом, не так как должен Я думаю, что это из-за того, что топливный фильтр уже очень старый, он забился И просто ТНВД не хватает топлива на высоких нагрузках Самое поганное, что случилось за эту поездку, то что Эта поездка туда Ещё обратно надо будет потом как-то ехать Это то, что мне записался ну очень удачный отрывок Девятой симфонии Витховена, первой части Ну прям ну очень удачный В этот раз я не как обычно То есть, просто ехал, слушал музыку И то, что получилось Потом выкладывал на YouTube В этот раз я пытался специально писать композиции То есть, я её запускаю Если ничего не вышло, например, в кардинционном нет камеры Или там тихоходы заняли обе полосы Ну, мне её приходится перезапускать заново И так я некоторые композиции по 10 раз перезапускал Всё равно ещё не получилось А потом вдохновение пропадает Дальше В этот раз я ехал как полная обезьяна То есть, вот так вот делал там бла-бла-бла Это потому что у меня подгорело Из-за проблем с резиной Резина Узырится И Как мячик Между колёсным диском и машиной И покрытием работает То есть, я не могу нормально сманеврировать Потому что у меня машина На покрышках качается Я маневрирую У меня сначала покрышка сдавливается И потом только Заданный импульс переходит на кузов Это очень бесит И ничего с этим не сделать Ну, причин здесь три Во-первых Это то, что я напялил резину Шириной 255 На диске, который предназначен для резины 245 Из-за этого она Пузовится Во-вторых Это то, что Это 45-й профиль Вместо 40-го, какой должен быть Но Тут компромисс Потому что Покрышки с 45-м профилем Я вообще в ямах не рву Но, может, один-два раза Не помню А вот покрышки с 40-м профилем У меня они живут Дольше нескольких летних месяцев Для сравнения Вот эта летняя резина Уже Больше года отъездила Ну, это рекорд А все потому, что 45-й профиль Буквально 5% Увеличивают Желучесть резины На несколько порядков И, наконец, третья причина Почему она пузырится Да потому, что она сама по себе такая Я не помню, как это Матальшина называется Континиталь Конти-спорт Какой-то там То ли 5 То ли Не знаю, какой Лучше бы Пирель не взял А нам даже если Шириной Дизайн 270 была На эти диски Напялено Все равно Все нормально было Ну и в комментариях Там Несколько раз писали Что у тебя так Машину качает Машину качает Из-за резины Хотя Под первыми видео Там резина была С 40-м профилем И там ее качало Просто потому, что Перестроение На 200 км в час И плюс У камеры Оптическая стабилизация Она Матрица двигается Независимо от кузова Поэтому Машина качается Относительно камеры Когда камера Пытается Скомпенсировать Ускорение Но вот сейчас Я еду У меня действительно Раскачка Вот Вот я вот Реакции Автомобиля На руль Затемпфированные Покрышками Весит Невероятно И Уверенности При движении 200 плюс Из-за этого Меньше Не из-за Не из-за реакции На руль А из-за того, что Я не могу Одновременно Тормозить в пол И Маневрировать Как мог На нормальной резине На этой резине Когда одновременно Резко маневрируешь И тормозишь в пол У тебя Начинает Зад сносить Причем Сносит так хорошо Со срабатыванием АПС И ИСП В начале Когда Мой 8 Еще ехал В темное время Суток Я там Пару раз В поворотах Допустил Срабатывание ИСП Но к сожалению На видео Самый жесткий момент Не записался Но допустил СССР специально Потому что Тестировал Возможность Ишил Хреновые возможности Ну из-за того Что у меня Сгорело Я Проезжал Под камерами На пофиг Чувствую Что в этот раз Я и 20 тысячи Менять делаюсь А что делать Вот как будто я Блин Виноват Что Такие-то Шотные ограничения Сделаны Я бы на этом участке Сделал бы просто Без лимит В левой полосе Без лимит В правой Ну в правой Фуры там Тут какая разница Просто без лимит Делаешь Фуры Всех уравняют До 90 Металайка Что еще хотелось бы сказать Разумывал Ехать по платной дороге По М4 Или Уйти с М4 На бесплатную М6 Причем По М6 Получается На 150 примерно Километров Короче Но Так как В моих Влажных фантазиях Было Что я поеду По М4 Буду всех Вот так вот Объезжать Сигзагон Решил все-таки Заплатить эти несчастные 1400 рублей От Москвы До Воронежа 1400 рублей Все вместе Получается Заплатку В подний день Вспоминаю свою первую поездку 6 или 7 лет назад Не помню точно А 8 лет назад Когда Проезд М4 Стоил 70 рублей Ну ладно А оказалось Что Никаких вот так Вот быть не может Просто В правой полосе Идут фуры А в левой полосе Через раз Появляется народ Который эти фуры Обережает Все И ты едешь Хочешь вот так вот А тебя наоборот Пропускают И Не дают тебе Под музыку Сманеврировать Я из-за этого Одну песню Раз 10 Перезапускал Надеюсь Что она записалась В итоге Колодки Тоже хреновые Слишком гражданские Колодки Они При торможении На высоких напусках Как мыло То есть Тормозишь и Прям чувствуешь Как они И Стираются в порошок На ферродо Такого не было Но тоже было Конечно Это уже Газовыделение Их газом Отодвигает От диска Получается Что ты как будто Газ сжимаешь При торможении Ну по ощущениям Как масло Как масло Какие вот 90 Колодки Колодки Стираются Сильно Думаю Вот на эту Поездку Хватит Еще Еще Обратно Доехать Но это зависит От того Сколько штрафов Я получу Потому что Если Очень много Будут Будут Тошнить Пока До и 8 И добьемся Еще Интересное Наблюдение Когда За бортом Было Плюс 4 Дяга Была Отличная Когда Плюс 26 Как сейчас Машина Едет Заметно Хуже И Не столько Потому что Кондиционер Напрягается Сколько Потому что Интеркулеры Здесь Очень слабые У 3DLTDI А у меня Еще и Направляющих Для Запора воздуха К интеркулерам Нет Они просто Не установлены Потому что Пампер От рестайла А до Рестовые Направляющие Не подходят А покупать Рестайловые Воздуховоды Не хочется Потому что В подвале Большой Фронтальный Интеркулер Уваляется Уже Третий год То есть Они бесполезны Будут Все равно И из-за того Что Воздух Горячий Снижайте Скорость Блок управления Двигателя Уходит Ну как бы В защиту Снижайте Скорость По мощности Снижайте Скорость Снижайте Скорость Снижайте Скорость Раньше Они себе Не позволяли Такого А сейчас От Москвы Первые Ну может Километров 100 Или 200 Не знаю Камера На камере Эти Скаты С характерным Рисунком Как мордочка Ската Причем Они дальнобойные Заразы Я наверняка На них Кучу раз Попытался Потому что Поздно Сбрасывал Это специально Попоры И издевательства На дубе Ну вот здесь Зачем Ограничения Нужны Оплатные Дороги В прошлом году Решил Через Воронеж Возвращаться Сейчас я первый раз Еду через Воронеж Туда А в прошлом году Ехал через Воронеж Обратно И что-то как-то Надоело По 300 По 200 рублей На каждом пропуском пункте Оставлять А еще ехал быстро Ну обратно Всегда быстрее едешь И по ощущениям Так и Пункты Поборов Через каждые 15 минут Стоят Снижайте скорость Снижайте скорость В общем Надоело Деньги платить Съехал Со стакады Вниз А она Высокоглана Так Это же 5 Наверное Над землей Но это уже Ближе к Москве Было Съехал На бесплатку Ну какие же Сволочи Все-таки То что Владельцы Платных Дорог Ну или Минифициары Там Не знаю Выгодополучатели То что они Целенаправленно Душат Бесплатные Альтернативы Это 100% Я не успел Съехать Тут же Светофор С интервалом Я дней Не помню Ну пусть будет 100 секунд Там дохрена Интервал Постоял эти 100 секунд На красной Машины Ни одной За мной Фура Приехала Никого нет Зачем там Такой интервал Ладно Еду дальше Дорога Вся Зашита В отбойнике Двухполосная Естественно Через 400 метров Еще один Сильтефор И главное Знак на знаке С ограничением Семьдесят И И камеры Еще До кучи камеры Ну Не Ни разу Не душат Совпадение Короче говоря Проехал я Несколько километров По этому Аду И залез Обратно На эстакан А она Главное Параллельно Проходит И ты С дна Так смотришь На нее Как там Люди Проносятся Стаж Всего лишь Девять лет Очень маленький И у меня Короткие наезды Потому что Ну что Там Место Работает Каждый день Туда Обратно Десять километров И В отпуск Раз Два Года Ну В соседний Областной Центр Там могу Съездить Но Могу сказать Что За те 8 лет Что я начал Ездить В отпуск Безопасность Дорог Увеличилась Значительно В лобовой таран Уже практически Никто не обгоняет Под тебя Идущего 200 плюс Практически Никто не влазит Уже Рисков Скипятить Тормоза Не так много Как было раньше Народ Постоянно Тебя замечает В зеркала И уходит Вправо Ну как будто В Германии По автобану Едешь Это Кстати В последние Года два Только До этого Нет Культура Вождения Выросла Значительно Когда В комментариях Ну на тему ДТП Всякие Обусоливания Пишут Что Вот там Сплошные Хамы Уроды На дорогах Обочечники И так далее Да чушь Это полная Я С безопасностью Движения В Российской Федерации Как 8 лет назад Не видел Практически Никаких проблем Так и сейчас Я их не вижу Есть проблемы Организации Движения Но У нас Почему-то Есть дурная Привычка Из людей Делать Идиотов То есть Народ у нас Говно А власть Хорошая Нет Народ у нас Отличный И я тут Все прекрасно В комментариях С кем-то Поспорил немного Пока меня не забавили Но по другой причине Не из-за этого спора Дескать Безопасность движения Улучшилась Из-за камер То есть Культура вождения Улучшилась Из-за камер Так как ты Блин Не понимаешь Что между Превышением скорости И безопасностью Движения Вообще Никакой связи Нет Вот если Ехать Как обезьянов На тех видео Что я выложу С этой поездки Там видно О чем Тогда так Тогда конечно Не очень безопасно Потому что Это предельные режимы Если Колесо разорвет То До свидания Тут ничего не сделаешь Вот сейчас На стабилизи Если его разорвет То Мне от силы Руль придется Удержать И все А на самом деле Культура вождения Улучшилась Из-за Популяризации Ютуба И подборок С ДТП У нас В последние годы Очень высокая Интернетизация Населения Случилась Все стали смотреть Подборки ДТП Большинство водителей Видели хотя бы Несколько И Это существенно Улучшает Культуру вождения Водителя Потому что Он видит Какие конкретно Ошибки И каким последствиям Приводит Ну например Там Повернул Не глядя Все получил В почину И уже человек Начинает Развивать Привычку Смотреть В зеркала Перед подем И так далее А то что Камер полно Стало Ну Как будто бы На Разрешенных На этом участке 110 Что-то мешает Подрезать Сдаю задом Потому что Пропустил Развязку Карта навигации Старая И Той платки На которую Меня выводит Карта навигации Уже просто нет Ну там не платка Там обычный Был участок Бьется ехать Где-то 200 Или 300 Километров Я здесь уже Так попадал Потом случайно На какой-то Заправке Нашел карман Чтобы слинять Наконец-то Причем он На Яндекс Навигации И не был обозначен Но сейчас У меня с собой Никакого смартфона Нет Поэтому Аварийка Задний ход И задняя Противотуманка Народ не соображает Что и дело И ладно Б делали Перед платным Участком Съезды Чтобы народ Мод хоть убраться Если ошибся Нет Специально сделано Ни разворота Там ничего Не предусмотрено Чисто специально Замануха Разворота Там есть Но он только Для технической Техники Для стегоуборочных Машин И всякого Такого В гробу Я видал Теплотные дороги На самом деле Через 300 метров Ехать Продвее Дорогу Из центра Воронежа Это Навигатор Правильно Показывает А вот С дороги Которая идет На Москву Он почему-то Ведет На платку Новую Которая Построена Взамен Бесплатной Дороги Воронеж Не только Налево Но и прямо Можно проехать В Вологде Например Только налево Все Прямо Те нельзя Хотя Какая разница Все равно Эти полосы Все Прямо Прорежают Поворот Налево Ладно Две полосы Налево Поворачивали Последнюю Неделю Местами Было Плюс 7 Так В дневное Время Выехал Вчера В 19 Вечера Сейчас 12.48 И плюс 28 Стоило Получил Среднюю скорость 98 гм В час 1753 Км Но Тут Вроде Как Бортовой Компьютер Считает Среднюю скорость Даже Когда Ты просто Стоишь Ручным Зажиганием А я Возле Азвес Стоял Пока Поешь Пока Тут Асю Ну и так Далее Пока Камеру Настроишь По круговому движению Третий Выезд Теперь Направо Следовать 28 Км У нас Очень Странный Подход Властей К Организации Движения Нет бы Все эти Старые Совдеповские ГОСТы Переделать Ну Мне кажется Мне кажется Что все таки Имеет Место Использование Огорничений Скорости И Как бы Полузаконных Мест их Установки В паре С камерами Фиксации И превышений Чисто Для поборов Не знаю Там Для наполнения Бюджета Или Для наполнения Карманов Больших Боссов У которых Система Фиксации Во владении По крайней мере Доход С них Непонятно Но Факт Есть факт Потому что Иначе Объяснить Обосновать Не могу Другого слова Сморить Дрочь С ограничениями Не получается Когда ты Едешь по трассе Где 90 60 90 60 90 60 Через каждые 10 километров Населенный путь Там Два дома Стоит И то Сгнивших Разрушенных Которые Заброшенные И никого нет И 60 Ограничения А то и 40 И при этом Дорога От таких домов Зашита В отбойники То есть Опасности Никакой нет И мало того Народ И фуры И все Они так и идут Ну 80 Они идут А кто-то 110 Там идет Если камер нет Вот это Расхождение Между Практикой И Законом Оно В России Очень много Где имеет место Напоминает Упорное Нежелание Городостроителей Делать Пешеходные Дорожки Там Где люди Трапинки Протактуют Но если Вся колонна По М8 Идет Через Эти Мелкие Населенные Пунктики 90 Так сделайте Вы там Знак Название Населенного Пункта На синем Фоне Зачем Издеваться И это Кстати Одна из Причин Того Почему У нас В обществе Принято Превышать Потому что Совершенно Неадекватно Расставлены Знаки Ограничений Сейчас Начнутся Возражения Мол Если Ехать Ровно 90 То В населенном Пункте Надо Спросить Всего Лишь На 10 Кг Час Чтобы Не Превысить Ну Мол До 80 Ну Если Бы Я ехал Ровно 90 То Я Не В 12 54 Был В Воронеже На Следующий День А Мне Пришлось Постанавливаться С ночевкой Во Первых Ну Допустим Я не стал Ночевать В Воронеже Я был бы Часов Так На 6 На 7 Позже И Возражения Тут Бессмысленные Возможны Мобильные Засады Ограничения 60 Потому что Это проверено Я конечно Не 90 Ездил А 107 В прошлом году Но Так долго Я не ездил Никогда Еще Я просто Упоролся Я подумал Что Надо протестировать Каждый раз в жизни Может действительно Раз средняя скорость Выходит Всего лишь Ну Как сейчас 98 Км Час Так может Правда Можно 107 Ехать И Будешь Как эти Которых Ты на 200 Плюс Опережаешь И они Потом На первом Светофоре В населенном Пункте Все тебя Догоняют Ничего Подобного Ограничения 40 Больные Ограничения 40 Пожалуйста Снижайте Скорость 40 Км Час На Снижайте Скорость Четырехполосных Шоссе Ну Зато Пожрать Можно Из-за Размера Резины Спидометр Совсем Не врют Он Показывает Один в один То есть Сейчас На обычном Спидометре Было Понятно Что это Без обгонов Без ничего И даже Если просто Рулем Подтеребой Уже Расход Увеличится Но Как бы там ни было Я у себя Такого расхода Давно Не видел Даже Когда пытался Его специально Получить Даже На 80 Ровно У меня Больше Чем 5 5 Может быть Компрессия Улучшилась У цилиндров Потому что Какой там Кокс Отлетел Наверное Поршни Значит Кольца Поршни Раскоксовались Ну конечно Бред Только Только Больше Наросло Скорее Может быть Форсунки Продулись Как-нибудь Соляркой Только Больше Износились Конечно На самом деле О Уже 5.3 Но это Потому что Подбор Сейчас Я Нажму Педаль И До свидания 5.6 5.7 Видел В интернете У кого-то 130 км В час Плюс Обгоны Ну такая же Машина Такой же Двигатель 8 литров Расход Ну блин Не знаю Датчик Массового Расхода Воздуха Поменял Лямбду Поменял Но и то Дизель Все эти Лишние Детали Ни к чему Это Для Системы Для функции Бездымного Сгорания В блок Управления О пожалуйста Вот когда У нас Народ Говорит Что Он ездит 90 км В час И вообще Все Превышающие Гидарасы Фура Тебя Обгоняет Придурок Если ты едешь 90 км В час Не надо Ля-лякать Ну не обгоняет А в случае Опережает Напомню Что эти 87 по спидометру Это реально 90 А по заводу Они все Врут Примерно В плюс 3 Плюс 5 Процентов Мой вообще Врал В плюс 6 Пока колеса Слишком Больше не поставил Сейчас Специально Буду тошнить Оставшиеся 160 км До населенного пункта Ну столько Меня конечно Физически Не протошнить Близи Не заставить Но Сколько смогу Столько Протошню И Посмотрю Расход Но опять же Это Без обходов Военная техника Тут появилась Хоть посмотреть На что налоги Все Ведь больше Не могу тошнить Короче 5.4 Получилось Хватит Парадокс Что Теперь такие Мухосранские дороги Местного значения Более скоростные Чем Всякие Автомагистрали С разрешенной 110 Потому что На таких дорогах Бывает что Вообще Ни одной машины Можно не встретить На протяжении Десяткой километров А На М4 И днем И ночью Бывают даже Пробки Для Моих Видео Двухполосные Дороги Себя изжили Ну можно Че там смотреть Машина катится 200 плюс По одной полосе Никаких ни обгонов Ничего нет Машин нет Не интересно Поэтому я сейчас И выехал На М4 Чтоб попытаться Хочу Такое Позаписать Ничего Не получилось 5 тысяч рублей И водитель Сзади меня Сзади меня Тоже Прилип На 5 тысяч рублей Вот этот Абсурд С штрафами Когда Абсолютно Ничтожное Нарушение Ну вот как сейчас Да и не нарушение В общем-то 5 тысяч Решение Прав А когда Пьяное Тулощие Ну не пьяное Пусть трезвое На красный Проезжает Так это Тысяча рублей Штраф Понять Простите Или Самое страшное Нарушение Это Вылезти под Заку Ступи Дорогу Не глядя 500 рублей Штраф Бред Отсюда У людей Нет Никакого Уважения Ни К ограничениям Скорости Ни К Ни К нарушениям Потому что Абсурд Читается Даже Глупому Человеку А уж Когда Хоть Какое-то Разумение Есть Вот тут Вот с таким Бедолагой Даже Не закуситься Потому что Ну что с ним Закусываться Он не едет Он едет 110 А ну Ну допустим Ладно Что там у нас По разведке Прекрасно Мне интересно Он кстати мог Обогнать Этот Грузин Эту Фу Сразу Расход Вырос На литр Все Буду Тошнить Ну чуть меньше 110 км В час Чтобы И без штрафа И А ну да Влечений 60 Без штрафа Еще На 5000 Крайне опасное Нарушение Тут же Не трактор Раз в сто лет Выезжает А оживленное движение Обгонять на круиз-контроле Очень весело Здесь Очень крутой Крутой подъем Но на видео Будет казаться Что машина Едет По прямой Нарушение 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 Тазик показал класс, как надо ездить Тазики вообще самые специалисты по обгонам Потому что на абсолютно не едущей машине надо очень точно выбирать окна Мы сейчас все нарушаем на 5000 обгон параллозом запрещен Да что ж ты что делаешь, скотина тупая Вот за это, я за это тоже за 5 тысяч рублей штраф Не 500 рублей Сейчас меня таз обронит Он дышит мне в спину Вот сейчас он не удержится и не выйдет на огонь Ну надо же какой стойкий Я тебя в ГИБДД отправлю Шучу конечно Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Можно на неё спрыгать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Таз только что меня догнал Похоже, что Таз, который обгоняет через сплошные, в зоне запрещения обгона, круче, чем C6 Субтитры сделал DimaTorzok Причём он с открытыми окнами То есть кондиционер, так сказать, на него включен, потому что с открытыми окнами Догрузка гораздо выше От набегающего потомка воздуха Это я шаркнул передними прысковиками Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 На 30 километров короче вышло Очень странно Я думал, что через Воронеж гораздо длиннее Если смотреть по бортовому компьютеру То на 1917 километров ушло 19 часов 45 минут Но это с учетом того, что где-то 45 минут я просто стоял Пока поел, пока засел Зажигание включено Это долго Я какой-то раз В 1960 километров проехал за 19 часов Это место, где я подлетел Вот опять на этой пузырящейся резине меня колбасит Но тогда у меня Мишленку Который, конечно, долго не прожил Средняя скорость получилась А, ну средний расход 11 литров за всю поездку Средняя скорость 97 километров в час Ну, в общем-то, на этом все Я в отпуске Конец